Некоторые эксперты высказывают опасения, что аналогичный сценарий, как государство Макриба, может повториться в Азербайджане или в Турции. Вы разделяете это мнение или нет? Я не разделяю это мнение, хотя некоторые элементы сходства есть между Египтом и Азербайджаном. Что очень важно иметь в виду, несколько лет тому назад, когда президент Гейдар Алиев передавал власть нынешнему президенту Азербайджана своему сыну. Но этот процесс прошел очень успешно, а нынешний президент Азербайджана Ихам Алиев зарекомендовал себя как прекрасный руководитель, как человек, которого уважает народ и как блестящий дипломат, который ведет Азербайджан вперед в тех очень сложных международных условиях, в которых страна находится. И я хотел бы сказать, что и в арабском мире, о котором мы говорили сейчас, тоже есть примеры того, как произошла передача власти. И она была сделана, если можно так выразиться, вовремя, не привела к кризисным явлениям. Среди этих стран я бы назвал, например, Сирию, где был такой крупный политический деятель Хафиз Асад, который сделал все таким образом, что его место занял его сын, нынешний президент Сирии, Башар Асад. Еще один пример, позитивный пример, это Иордания, где король Хусейн, который был смертельно болен, заменил своего на тот момент, кстати сказать, довольно преклонного возраста брата Хасана, который был номинирован на наследника престола, он заменил его на своего сына, молодого Абдалу, который стал последующим королем Абдалой II. И он тоже, вот это тоже очень важно подчеркнуть, прекрасный политик, которого любит народ Иордании, уважает его и так далее. То есть, вот сейчас наступил такой момент, да, когда сложились разные обстоятельства, когда вот те формулы, которые применялись в, скажем так, в управлении странами, они изжили себя. Ну, вот так можно сказать. А в Турции вы вообще не видите никаких черт? Нет, в Турции, теперь другой аспект проблемы, что касается Турции. Да, мы знаем, что вот в эти дни были некоторые, как бы это выразиться, поточнее, выступления трудящихся, и кто-то их подверстывает к тому, что происходит в арабском мире. Но я думаю, что это не так. У Турции сейчас, опять же таки, очень динамичное руководство, которое достигло многих успехов и в экономике, и в международных отношениях, и так далее. И я не думаю, что в ближайшее время в Турции будут события, подобные египетским. Спасибо. 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 Спасибо.